Продолжение следует... Какие самые главные правила следует рассказать ребенку, ну, родителям, наверное, прежде всего, о безопасности? Как в сюжете слышали, в принципе, самые главные правила там были перечислены. Это по каким дорогам ребенок должен ходить домой, не разговаривать с чужими людьми, как себя вести в случае какой-то опасности, к кому обратиться, как безопасно вернуться в свой подъезд, к своей квартире. Но чтобы я хотел тут упоминать, что вот даже в сюжете есть такие общие фразы, что нельзя разговаривать с чужими или выбирать самый безопасный путь домой. Зачасто родителям никто не говорит, как разговаривать с ребенком. И родители так и вот прямо так и впитаются ребенку передать эту информацию. И ребенок никак не может в какой-то ситуации понять, кто же такой чужой и кто свой. И как же правильно объяснять? Ну, я сам родитель нескольких детей, я с этим работаю и хожу в школу на собрание, родительские собрания, и там вот так же, к сожалению, учителя так же говорят родителям, поговорите с вашим ребенком о безопасности. И приходит домой этот родитель и так и говорит этому ребенку, ты ни в коем случае не разговариваешь с чужими. Надо понять, что ребенку как минимум до 10-11 лет, ему надо очень разложить, так сказать, по полкам все эти градации, кто чужой, кто свой. То есть ребенок должен понять, что да, родственник, дядя или сосед с квартиры напротив, это свой. Но какой-то дядя с девятого этажа или человек, которого даже этот ребенок каждый день встречает на улице или видит у себя в подъезде, что это чужой. То есть ребенку надо действительно дословно, поименно перечислить, сказать, кто есть свой и кто чужой. То есть для того, чтобы ребенок понял, кто чужой, наверное, начать нужно с того, чтобы перечислить своих. Да, именно. И ребенок легче перечислить своих и тогда объяснить таких вот непонятных, как соседи или там отец другого школьника, или там дворник. То есть это чужой или свой. Второе, что обязательно ребенку нужно, ну, рассказать, что значит не разговаривать, не контактировать с этими людьми. Потому что когда взрослый начинает с ребенком говорить, а еще хуже, он говорит, давайте прокатимся в машине или подвезу домой, вот там дождь идет, или я тебя угощу конфетой, или зайдем в кафе. То есть ребенок может, опять же, растеряться. То есть родители должны рассказать об этих возможных ситуациях. То есть что значит не ходить за ним, что это значит даже не садиться в машину. Это, если даже остановилась мужчина, даже не начинать разговаривать с этим чужим. И опять же, ребенку, как и в сюжете говорили, и представители полиции, и психолог, не надо его, конечно, пугать. Да, вот как именно деликатно рассказать? Так, чтобы не создать ощущение враждебности всего мира. Тогда ребенок, по-моему, вообще будет пугаться выходить на улицу. Ну, ребенок, так же, как любой человек, он естественнее всего и комфортнее всего себя чувствует и ведет, если он показывает свои эмоции и откровенно делает то, что он понимает, видит или слышит, или как он себя чувствует. То есть ребенку, в принципе, надо научить, что он должен открыто и сказать этому человеку, что я с чужими не могу говорить и просто уходить. То есть он не должен бояться объяснять свои действия, почему он так делает. То есть он не должен стесняться, с ним кто-то в лифте заговорил, а он, например, там испугался и сейчас не знает, что делать. Он не должен стеснаться, если в лифте есть какой-то неприятный человек, просто выйти оттуда. Не должен постесняться попросить у какого-то прохожего помощи или у соседа. Но здесь, как мне кажется, тоже вот как соблюсти этот баланс? Ведь попросить у кого-то помощи – это, как мне кажется, некое развитое чувство доверия к окружающему миру. И вот здесь, с одной стороны, мы говорим об опасностях, с другой стороны, учим доверять все-таки каким-то другим, чужим людям, которым потенциально можно обратиться за помощью. Вот как, чтобы ребенок не растерялся в этом во всем? Здесь все гораздо проще. Ребенок, так же, как любой человек, увидел какого-то человека, и он видит, ему он, так сказать, выражает доверие или нет. То есть ребенку нужно и сказать, в такой ситуации ты должен идти к тому, кто в тебе вызывает доверие. К примеру, если даже к ребенку на улице пристал, скажем, пьяный мужчина, и этот ребенок пойдет за помощью к старой женщине, это тоже неплохо. Хотя бы, конечно, она не пойдет драться с этим хулиганом. Ну, просто привлечь внимание. Но ребенок должен обращаться к тому, кто ему, так сказать, внушает доверие. Это человек в форме, если нет, это может быть продавец магазина, если нет, это тот человек на улице, который ему просто нравится и которому ему приятно подойти, он не стесняется и может заговорить. А я слышала такой совет, что ребенку нужно сказать, в первую очередь, подходить к женщине, а не к мужчине. Вот насколько это правильно так говорить? Как мне кажется, это в определенной степени тоже формирует какое-то вот, ну, не знаю, недоверие, что ли, какое-то, может быть, такое опасливое отношение именно к мужчинам. Да, я думаю, это какая-то, скажем так, фобия или какое-то историческое ощущение. Возможно, возможно, ребенку женщина, как мама, будет, так сказать, ближе и покажется, вызовет больше доверия. Возможно. Но, в принципе, ну, я бы, я своим детям бы не говорил, что они должны здесь отделять, это женщина или мужчина. А известны ли вам какие-то способы? Я знаю, что у родителей в некоторых семьях есть свои какие-то ноу-хау, свои какие-то, ну, такие, что ли, хитрости, о которых они договариваются с ребенком. Вот некий пароль. Они придумывают некий пароль. Если подходит незнакомый человек на улице и что-то предлагает, пойдем, там тебя мама ждет или еще что-то, то может ребенок тогда у этого незнакомого человека спросить, назовите пароль. Вот есть такое средство, вот делюсь с нашими телезрителями, а известно ли вам что-нибудь подобное? Вообще, какие еще способы могут, вот такие, может быть, не совсем обычные, оградить ребенка от вот опасности? Да, ну, мне трудно вам комментировать про пароль, потому что если ребенок попадает в эту стрессовую ситуацию, чем проще у него эти действия, чем интуитивнее, понятнее он со своей точки зрения может действовать, ему и проще будет из этой ситуации выйти. Это намного проще, это просто сказать, развернуться, убежать, уйти, зайти куда-то, идти от темноты к свету или, там, например, на улице есть какая-то компания неприятных людей, это перейти на другую сторону улицы, то есть ребенок должен в таких ситуациях, когда он в стрессе, может быть, там даже он не должен стрессовать, да, но если он в стрессе, ему эти действия должны быть очень простыми, очень понятными. Я могу вам задать сейчас вопрос, вы помните все пин-коды ваших карточек? Наверное, нет. И то же самое ребенку, ему кто-то, там, год назад сказал, слушай, если у тебя там что-то случилось, вот там вот такой пароль. Ну и тем более в стрессовые ситуации попробуй вспомнить. Да, он ничего уже не вспомнит. Так что ребенку, чем проще его действие, тем проще вы расскажете своему ребенку, что делать, тем комфортнее и проще он сможет издействовать. Вы сказали, что с ребенком беседа на тему безопасности до 10 лет, надо все раскладывать по полочкам, все рожевать. А вообще, с какого возраста надо начинать разговаривать с ребенком на тему безопасности? Так, я со своего опыта бы сказал, что, наверное, с момента, когда ребенок вас слушает. Потому что это может быть трехлетний ребенок, это может быть пятилетний ребенок. И у трехлетнего ребенка есть риск больше попасться на кого-то, кто подошел и сказал, пойдем к маме. У 10-летнего ребенка там уже есть другие риски, ему будут, может быть, предлагать сесть в машину и покатиться. То есть это такая работа неприемная. В момент, когда ребенок начинает себя осознавать и где-то может находиться уже сам по себе, в этот момент ему надо понемножку уже рассказывать, где он может ходить, как он себя должен вести. Ну, в наш век передовых технологий существуют ли какие-то средства защиты именно такого технологического плана, как обезопасить детей? Может быть, какие-то средства, ну, не знаю, слежения за детьми? Сейчас много рекламируют браслеты для детей. Да, есть очень много разных способов. Есть браслеты всякие, часы. И не забудем, что у ребенка есть очень хороший прибор, который он каждый день носит с собой, это телефон. В принципе, для ребенка это должен быть и прибором его безопасности номер один. Он должен уметь очень быстро позвонить своим родителям, что немаловажно, он должен знать телефоны родителей наизусть. К сожалению, в наши дни дети этого не знают. Ребенок должен знать, что он родителю может позвонить в любой момент, когда нужно. Это день, ночь, утро, рабочее время, школьное время. То есть он может звонить в любой момент. И обязательно надо с ребенком договориться, кому ему звонить еще. Если он позвонил маме, папе, скажем, бабушке, то кто еще есть контактное лицо, которому позвонить в какой-то ситуации, когда ребенок потерялся или что-то с ним случилось. И что касается телефонов, не забудем, что все современные телефоны, их можно выследить. И у телефонов есть очень уже в наши дни простые функции слежения, которые, конечно, подросток, если они сейчас смотрят эту передачу, они будут знать, что можно выключить. Но дети поменьше, они этого не делают. И это дополнительная безопасность для родителей. Они могут видеть, во-первых, где ребенок ходит, по каким маршрутам он возвращается домой. И второе, можно и попытаться найти ребенка уже в онлайне, то есть где он в этот момент находится. Правила поведения ребенка, если кто-то, какой-то злоумышленник, хочет отобрать у него какие-либо вещи. Что делать в этой ситуации? Ну, как в сюжете представитель полиции упоминал, конечно, ребенку надо объяснять, что неважно, что случится с его телефоном, сумкой, что на него никто не будет злым, никто не будет его за это наказывать, что он что-то потерял в такой ситуации. То есть что его жизнь важнее всего. Скажем так, ребенок не должен бояться что-то отдать или забрать с собой, то есть унести, не отдавая, то есть не выпускать из рук. Но ни в коем случае не надо ребенка настраивать на агрессию, потому что надо понять, что, ладно, к своему однокласснику или такого же возраста с ребенком, ребенок еще может попытаться разобраться, в смысле он может подраться из-за сумки. Но если это несколько других детей, подростков или взрослых людей, то ребенка единственный вариант – это уходить из этого конфликта, убежать как можно быстрее, где-то, где он чувствует себя безопасно. Либо звать о помощи. Либо звать о помощи. Кстати, я ехал на эту передачу, я вспомнил одна знакомая женщина, она вообще-то учительница, она один раз рассказала такой случай, что у нее был годы 20 назад, правда, она в Риге возвращалась домой, и в подъезде, тот был какой-то момент, когда там якобы какой-то маньяк был в Риге, и на нее напал, скажем так, человек, который хотел что-то ей сделать. И она страшно испугалась, она не знала, куда идти, там было темно, и что она автоматически сделала, она начала кричать просто «папа, папа, я здесь!». И этот человек испугался, что вот-вот откроется дверь, что выйдет это «папа», и он сбежал. То есть, конечно, ей повезло, но, конечно, учить ребенка, что он должен сразу кричать, громко, сколько он может. Потому что в любом случае, я полностью уверен, что любые взрослые, если услышать, что какой-то ребенок кричит, они обратят на это внимание. Говорят, лучше всего кричать «пожар». Можно кричать «пожар», но если кто-то вокруг сжигает старые листья и вы кричите «пожар», уже можно и не сработать. Я думаю, что на помощь «палыга» это самое простое слово, которое ребенок должен знать. И если он так будет кричать, то кто-то обязательно откликнется. Ну что же, благодарим вас за беседу. Нашим телезрителям напомним, сегодня мы говорили о безопасности наших детей. У нас в гостях был эксперт по вопросам безопасности Коблендс Дроши и Бараеви Стэрингс.